Данное видео созданное в развлекательных целях, все показанное сегодня по Гебройзу. Ребятки, здравствуйте! С вами расхититель помоек Штребух. И это вторая серия, где я из бомжа делаю бизнесмена. Кто не видел первую серию с Димой, обязательно посмотрите, чтобы понимать вообще, что происходит. В этой серии мы поможем Диме сдать его запасы бутылок и банок. Потом отсортируем его находки из помойки и поедем на барахолку, чтобы он научился продавать и зарабатывать, как это делаю я. Меня помойка кормит, одевает и обувает. И смотрите видео внимательнее, ведь на экране появится код, вот пример. И первый, кто найдет этот код и напишет его в комментариях, тому я скину 2000 рублей на карту. Всем приятного просмотра, видео будет очень интересным, ребятки! Ты что тут лежишь? Штребух, вставай! Вставай давай! Ты что будешь меня так рано? Работать надо. Работать надо? Он закаточку стерег всю ночь, чтобы ее никто не украл, ребятки. Дима уже, как вы видите, натирает баночки, для того, чтобы на металлоприемке никто и слова против этих баночек и бутылочек не сказал. Вот поэтому я позвал помощников, чтобы нам помогли ребята все это загрузить, и чтобы один человек, один мой подписчик останется здесь, когда мы поедем эти все бутылки и алюминиевые банки сдавать, чтобы он посторожил здесь, чтобы у Димы тут ничего не украли. Потому что вы сами видели, вот этот склад там, постоянно у него кто-то что-то ворует, когда он отходит от помойки. Поэтому, собственно, он и заложник этой помойки. Ну что, приступим. Сейчас, кстати, время очень рано. Ну как, очень рано для меня, типа пол восьмого утра, сто лет так рано не просыпался. Сейчас приступим к работе, в общем. И вы посмотрите, вот очень много бутылок, к сожалению, нам не получится все их забрать, потому что там некоторые грязные бутылки, их там надо как-то мыть, потому что на приемки такие не хотят принимать. В общем, мы сейчас все очистим, все сложим в одну кучу, закажем газель, надо только вот перчаточки одеть. Кстати, ребят, напишите в комментариях, как вы думаете, насколько здесь бутылок, вообще, насколько мы сдадим. Потому что я не знаю, сколько тут денег получится со всего, потому что тут бутылок реально много. Плюс у нас еще вот алюминиевые банки есть. Вот Дима тоже и баночки собирает, вот они. Вот эти все мешки, это с алюминиевыми банками. Вообще, я в Питере, помню, по одному рублю сдавал за банку. То есть, одна банка стоила один рубль. В Краснодаре не знаю, почем, посмотрим, как раз поедем, узнаем. Самое главное нам сегодня по максимуму загрузить газель всем, что можно сдать каким-то образом, чтобы газель по сто раз не каталась. Потом следующий этап у нас будет уже по каким-то, может, вещам для барахолки, чтобы на барахолку поехать, чтобы Дима мог там поторговать и прочувствовать вот эту тему. Потому что хочу ему рассказать, научить всему, чтобы он научился продавать находки с помойки, вот, чтобы он максимально монетизировал вот это дело вот на кормилицах. Мы с ним в одной каше варимся, ребятки. И я кормилицы вздаиваю, и ты вздаиваешь. Мы с тобой эти, как их, дояры мусорных бак. Вот, видите, ребят, бутылки пыльные. Вот приемщица бутылок может завыделываться и не захотеть их принять. Поэтому, скорее всего, так и бутылок пыль надо с них вытирать. И, по-моему, это, кстати, там можно сделать. Все, то есть, думаешь, не будем сейчас вытирать? Все, будем складывать-то. Да, что-то мне не охотовался с этим совсем возиться. Так и мне тоже. Дим, становись сюда, я сейчас ящики буду подавать, а ты их сразу вставь туда. Держи. Не в принципе чисто, а пыль, я думаю, ну, нормально. Должен быть маразм, чтобы докопаться из-за пыли. Да, там покрупнее ящики, видишь? Держи. Побольше влазитники. Ой, так спина болит, ребят. Я просто в шоке. Везде собираю бутылки уже в мешки. Они все лезут и лезут со всех щелей. Посмотрите. Вот я здесь их достал. По-моему, бак отодвинул, смотрю, там гора бутылок. И они еще там вглубь уходят. Во всяких пакетах. Тут их очень много оказывается. Сейчас их все будем доставать. Ну, чтобы сразу все бутылки сдать. И посмотрите уже, какая куча их собралась. То есть, поначалу я думал, бутылок тут намного меньше. А оказалось, вы просто посмотрите на это количество. Вот это все бутылки. Их тут очень до хера. Я не знаю, сколько их здесь. Ну, вот напишите в комментариях, как вы думаете, на сколько денег мы это все сдадим. Потому что я вообще без понятия. Я не знаю вообще, сколько здесь денег. Но это все вот Дима накопил за два месяца очень много. Капец. И как бы он это сам сдавал, я не понимаю. Он вообще планировал это все сдавать, как-то в руках носить. Он говорит, я в руках ношу на эту стеклоприемку. Как это все в руках унести можно. Это сколько, наверное, месяц надо потратить, чтобы это самому все в руках вот так вот отнести на приемку сдать. То есть, тут по-любому будем заказывать газель. Сейчас соберем все бутылки. Вот. И поедем уже на приемку. Время, кстати, поджимает. Надо ускориться. Но спина у меня уже в шоке. Я типа как бы не привык вот так вот рачком что-то долго делать. А эти бутылки, оказывается, просто собирать с этих мест, где они спрятаны, тяжело. Спина болит, короче. Это, наверное, уже старость. Ребят, тут, кстати, очень много тараканов бегает. Вот сейчас, не знаю, будет их видно, нет. То есть, выводки всяких мелких тараканов. Вот они здесь под бутылками, вон побежали. Во-во-во. Где он? Блин, ну, а вот. Вот, смотрите какой. Усами шевелит. Здесь их очень много. Не хочу домой принести такого пассажира. Так что потом эти вещи сразу постираю. Посмотрите, сколько у Димы, да, тут всего наложено. Здесь макулатура у него. Здесь алюминиевые сковородки. И вот из-за этого он не может отойти. Потому что все, он отойдет. Вот эти вот алюминиевые сковородки, конкуренты, бомжи, там, сразу унесут и сдадут на металл. Украдут, то есть. Поэтому здесь и у него и не получается отойти от помойки. Надо его освободить из этих мусорных оков, так сказать. Металлолом вот тут всякий у него. Ну вот, правда, тут ничего прям-то тяжелого нет. Ну, лично я вот металл черный на помойке беру. Ну, что-то супер тяжелое. Нифига себе, что я тут обнаружил, ребят. Смотрите, что Дима нашел. Это же подвесной турник. Нифига себе, так эту вещь можно продать на Авито. Ну, то есть, это вот деньги лежат. Это нифига не металл. Это можно продать рублей за 800, за 1000 на Авито. В общем, мы приблизились, наконец, к финалу. Я думал, эта бутылочная эпопея никогда не закончится. Вот вы посмотрите, сколько здесь бутылок. Там в черных мешках банки. И, наконец, мы сейчас будем заказывать грузовое такси «Газель» и поедем уже на приемку все это сдавать. Я так вообще говорю, это так круто, ребят. Сейчас, вот, когда мы это сдадим все, мы на один шаг приблизимся к цели Димы. Потому что гараж уже будет не за горами. Я думаю, тут 1000 на 5, наверное. Вот я думаю, тут на 5000 рублей бутылок будет. Ну, типа, много бабок. А уже всем остальным барахлом, каким-то металлом, мы уже после того, как сдадим все, будем заниматься. Уже перед тем, как «Газель» приедет, буквально за 2 минуты мы обнаружим то, что баночки не додавлены. Надо баночки додавить, а то их не примут. Поэтому додавливаем баночки, складываем их в мешок и будем уже сейчас грузить в «Газель». Капец шумно. Работаем, работаем, мужики. Метро Люблино, работаем. Рыбетки. Ну, вот, собственно, «Газель» и приехала, рыбетушечки. Ну что, приступаем. Помощники, кстати, наши в магаз отошли. Ну, ничего. Что? Нужна, конечно. И разбиться. Походу, всю «Газель» набьем. Ну что, ребят, мы едем на приемку стеклотары, демона, своего подписчика. Я оставляю здесь, как за сторожа. Будет охранять все богатство Димы, чтобы тут никто ничего не украл. Ребят, ну мы приехали на приемку. Вот, уже бабушка ругается. Она в шоке. Столько бутылок. Наверное, никого жить здесь столько и не привозили. Ну, может, и привозили-ка. Запусти, работай. Да, давайте. Есть еще ящики? Хорошо. Говорит, так заполняй, командир, ящики. Че стоит? Заполняем ящики. Быстро, быстро. Не складывай ящики. Вот. Роман, там парадом. Примолок бестолковый. Давай быстрее выгружай. А что, темным? Да. Да, давай. Вот, поднимите, положите сверху. Сюда хадыжи складывай, зеленые. А что ты больной работы делаешь? Ложи, ложи, ложи. Дима, ты привез кого? Объясни, не нагинайся. Командуй парадом. Давай. Хьюстон, у нас потери. Одна бутылка разбилась. Минус 2 рубля. Капец, как куча наполняется. Такое количество бутылок НК в жизни вообще не сдавал. 88 ящиков. 88 ящиков. Это... Понял. И каждая бутылка по 2 рубля? И вот это, да? Все подряд тут, все по 2. Отлично. 3,520. Я думал, кстати, тоже примерно 3 тысячи мы заработаем. Ребят, 3 тысячи 520 рублей. Вообще неплохо, согласись. Сколько здесь? Здесь 3,520. Вот, 3,520. Ага. 3,5 тысячи рублей за 2 месяца. А сейчас мы, ребят, на второй локации, где мы будем сдавать алюминиевые банки. Тоже интересно, сколько у тебя получится на этом заработать. Ну да. Потому что ты их 2 месяца копил, правильно? Получается так, да. Ровно столько, сколько и бутылки. Так мы идем. Розочка на торте. 23 ровно. Ну что, мужики. Итог спецоперации баночка. 920 рублей. В итоге за 2 месяца вышла вот такая прибыль. 4 тысячи 400 рублей со всего этого у нас получилось. А аренда гаража в месяц стоит 5 тысяч. Ну все, едем так тебе. Так, ну в общем, ребят, мы приехали к Диме. В общем, сдали мы бутылки. Сдали мы алюминиевые банки. Вышло на 4 тысячи 400 рублей. Плюс-минус. Для аренды гаража нужно еще денег. Нужно как минимум 10 тысяч. Потому что первый месяц платится 5 тысяч. И берут еще за следующие 5. То есть за логовую сумму. То есть, короче, на десятку. Нужно, в общем, все твои запасы всяких вещей. Какой-то техники, что можно продать. Нужно перебрать. Что тебе нужно, что ты увезешь в гараж, что ты будешь носить, тебе надо отложить. А то, что ты готов продать, что тебе не надо. Это надо в отдельные сумки сложить. И, допустим, вот завтра, в воскресенье, мы можем поехать на барахолку это все продать. Поедем на барахолку? Для меня это интересный опыт был бы. И не придется торговать. Потому что ничем другим больше я не смогу заработать. Мы сейчас обоим это все перебирать. Мы посмотрим, что ты находил именно на этой помойке. Ты же вот тут 2 месяца на ней живешь. Красный. Что тут за движение камеры? Я сейчас пойду за камерой и сниму все это вот. Правильно. Все вот это. Так и нужно. Потому что человек у нас в домах три управляйки платит людям, семье, которые вот это делают. Он бесплатно. Когда наступит гамном, то откуда вообще кто вы? Они добрые гномы. Мы наоборот. Они добрые гномы. Конечно. Нет. Нет, это добрые гномы. Ребят, мы в общем приступаем к разбору всех этих вещей, к сортировке. То, что нужно Диме, он отложит для себя. А то, что пойдет на продажу на барахолке, мы сейчас будем сортировать и складывать в отдельное место. Вот сейчас как раз посмотрим, что у нас Дима находил на этой помойке. Какие может у него тут есть топовые какие-то находки. Может быть даже какие-то будут удивительные открытия. Это у кого-то было пробитие заднего прохода. Прямое попадание. Я уверен, что тут почти все можно продать. Тысяч 10 ты точно сделаешь. Дима вообще думает 15 тысяч. Он, кстати, Дима Залутник. Иди сюда. Он, Димочка Залутник. Как ты думаешь, сколько он заработает на барахолке? Минимум 15 тысяч. А я думаю 10. Вот узнал. Ну, там потом узнаем, ребят. Ребят, приступили к перебору вещей вот в этой зоне. Здесь у Димы склад всяких комплектующих старых, которые купят на барахолке. Ну, то есть подороже, чем по цене цветного металла. Ну, то есть на металл это сдавать невыгодно, это выгодно продать на барахолке. Поэтому это вот все складываем в отдельную коробку. Всякие вот корпуса от жестких дисков. Такие вот эти клавиатуры от ноутбуков. Ну, вот это, в принципе, целая. Может, она продастся. Чеш, ты мусор мне, давай. Видеокарта какая-то древняя, затычка материнка. Все это на барахолочку уедет, там продастся. Разобранные флешки, на которых могут биткоины быть. Ребят, зацените. От MacBook Pro, 15 дюймов, аккумулятор. Первая коробка на барахолку уже собрана, блин. Интересно, сколько всего здесь будет вещей. Я думаю, очень много. И очень интересно, как вообще будет продавать это все. Дим, пока сортируют эти все сковородки. Потому что это алюминий, который можно продать дороже, чем по цене алюминия. Вот эту могут купить. Тефаль, чувак, в смысле? Шапки вот эти на продажу только вот это пойдет. Это он вся в катышах. Целый пакет крышек для закупорки новых. Это на барахолке купят, Дим, крышки. Вот это рублей за 50, за 100 можно даже купить. Ну вот тут набор, три кастрюли, только они без этих крышек. Ой. Ой, что блин это? Ох, вот сколько тут фиксиков. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот так это дубло. Дима, Дима, убери. Убери эту коробку, унеси ее. Куклу вот эту купят рублей за 50. Смотри, тут плойка. Вот это можно продать. Лобковский. 76-й год, вокруг света. Старый телефон, который можно будет продать на барахолке рублей за 50. Вот еще. Ой-ой-ой, какая она тяжелая. Вот. Сумочка у нас вот уже готова на барахолочку. Отсортировали. Ну, ребята, вы представляете, какой тут фронт работы. Как тут будет много товара для барахолки. Я просто в шоке. Вот это вот купят на барахолке. Ну, оно сильно. Это мыть надо под водой, но это купят. Если это вымыть, это обязательно купят на барахолке. В общем, ребят, посмотрите, как уже все расчищается в этом помещении. Тут металл, мешки складываем. Так, ну, в общем, смотрите, сколько вещей. Мешки набиваем потихонечку, готовимся к барахолке. Тяжело это все дается, конечно, но ничего страшного. Потихоньку мы все разгребаем. Ребят, посмотрите, какой мы шикарный нашли тортик. А он там даже, кстати, Дим, не один. Их тут целых два. А, нет, он не шикарный. Он с плесенью, блин. Открой там плесень. Плесень убирается. И можно даже попробовать съесть. Да заплесневились, скорее всего, ягоды. Ягоды тут. Они слабое звено. Ты рисковый парень. Я бы не стал. Когда дело касается сладкого, я полезу куда угодно. Это награда. Хотя награда должна быть вам за ваше терпение. Я вам туда сегодня портил нервы. И брызжал, как старик, да? Ну, ничего страшного. Главное, мы сделали это. Ребят, вы посмотрите, сколько барахла с помоечки насобирал Дима за два месяца. Мы все упаковали. И сейчас будем ждать такси, увозить это к Диме домой. А потом с утра поедем на барахолку с Димой. И будем все продавать. Я думаю, здесь на 15 тысяч рублей товара. Как ты думаешь, сколько мы заработаем на этой куче? Ну, думаю, что примерно на тысяч 11-12, не больше. Ну, от 10 до 15. А ты сказал сначала 10. Ну, может и 15. Посмотрим. Кстати, посмотрите, как мы все расхламили. Здесь мы отсортировали кучу металла. Это вот все то, что ему нужно. А вот, собственно, у него как расхламилось жилищное пространство. Тут уже хотя бы виднеется диван, на котором он сможет спать нормально, в полный рост, а не сидя. Здесь у него кухня, еда. Тут мы даже не лазили, не смотрели, что там для барахолки. Вроде ничего такого нет. В общем, самое то, что можно продать, что ему не надо. Мы все собрали в эти сумки. Я надеюсь, Диме понравится продавать находки с помойки. И он чуть-чуть поменяет мировоззрение и отношение к этим вещам. Вот уже раскладываемся. Дима пока не приехал. Ребят, к сожалению, Дима с самого утра не смог приехать. Он задержался больше, чем на час. Все потому, что я не смог найти сразу же человека, кто бы стоял на его помойке целый день и охранял ее. Потому что, как вы знаете, он заложник помойки, отойти от нее не может. У него постоянно кто-то что-то ворует. Примерно где-то через час я уже нашел человека, который смог там остаться и похоронять его барахло. И только после этого он приехал на рынок. И это на самом деле очень грустно, что он с утра не приехал, а в приоритет поставил свое барахло. Хотя у него там воровать в принципе нечего. Потому что все самые топовые продажи, они начинаются, как только ты занимаешь место на рынке и притаскиваешь сумки с барахлом. Потому что меня сразу же окружили перекупы, которые все у меня оптом скупали. И я примерно за часа полтора продаж заработал где-то в районе пяти тысяч. А потом уже приехал Димон. Пусть сейчас Дима уже сам торгует, а я ему буду подсказывать. Сто рублей вот так. Пойдет? Сто пятьдесят. Не пойдет сто рублей. Ну давайте за сто, давайте. Да ну там крышки нет. Ну все за сто, я же говорю. Это обрезано. Все хорошо. Все, сошлись. Это барахло. Как-то так. Ну и интересно. Там внизу еще там... Помогай же. Пятьдесят. Спасибо. И вам спасибо большое. Первые деньги когда раз, начинаешь весь товар мазать первыми деньгами. Так вот весь товар обошел, помазал. Пятьдесят. И это пятьдесят. А это пятьдесят вдвоем не будет? Вдвоем? А, в смысле? Ну вместе. Два предмета? Да. Ну здесь же, это же не купальник. Только вера. Купальника нет. Я уже что-то пересмотрела. Если бы это был купальник, то бы еще ладно. Ну давай, говорите. Нет, да, я пойду. Ну хорошо, давай. За предметы. Да. И вам спасибо большое. Здесь вещи. Здесь всякие игрушки. Здесь тоже игрушки-телефоны. Там книги. Ты главное, стой, у Шива-Сфроя держи, потому что где-то могут воровать, надо за всем следить. Бывает, четыре человека к тебе одновременно обращаются. Кто-то тебе сдачу дает, кто-то спрашивает, а это сколько? А это рабочие, не рабочие? Короче, тут надо быть вот так вот. Как она? Оперативки? Они все дохают. Они все дохают. Нет, я просто слышал, что спросил вас про оперативки. Может, оперативки есть? Я в этом не разбираюсь. Для меня это просто куча металлова. Я понял. Все. Это рассчитано на то, что человек думающий, знающий подойдет, о, а ну-ка, дайте. Сразу мерите, да и все? Да, конечно. Мерите сразу. Скоро? Вот сейчас продали сумку за 50 рублей поломано. Да. А это что? Вон там еще торчит спица. А будет ли держать эта трубка? Трубка, да? Ну, должна держать, по логике. Ребят, ну я прям как царь. Я сейчас тот турник продал за 200 рублей. Почему-то за 300 рублей его брать не хотели. Как вам вот это вот? Прикид. Это, наверное, на Диме надо надеть. Чтоб ты тут был как король. Блин, не налази даже. Девичья, видишь? Женская голова. На маленькую голову взял. Тюрьаж, тысяча экземпляров всего. Спасибо. Кстати, Дим, у тебя же получается мус-металл там тысяч пять у тебя, да, ездит? Маталин ничего не надо. И у шесть есть больше пяти. Я прополучал, я просто взял. То есть мы уже можем гараж на Авито смотреть. Видите, пойдет. Диван, ты сказал. Ты прикинь? Уже можем гараж смотреть. А сколько с нас? Видел, 300. 100 рублей за все. Вот оплатили места на рынке. Получается одно место 100 рублей. Здесь три квитанции. Мы три места взяли, заняли. То есть 300 рублей мы заплатили за три места. Под мою барахоту и что? Да. То есть получается, видишь, вот это вложение, как бы 300 рублей ты вкладываешь и сколько зарабатываешь. И еще, чтобы это все успешно продавать, надо вызывать такси, чтобы это кучей все увозить. А чем это блюдо? С поездом вместе 100 рублей. 300 рублей. Работает. Не проверяли, не включали. А диски живые или нет? Диски мертвые. А книги почем? Тоже по-разному. От 30 до 200. За какую цену хотите взять? Говорите, свою цену. Для пылесоса. А, вот этот? Да. Сходите, проверьте. Влас, а как проверить его? Смотрите, там есть туалет. Там в конце есть вело. 10 рублей стоит проверить. Вот, если он не рабочий, вернемся. Сходите, проверьте, пожалуйста. Все, работаю. Проверял. Сумку дать вам под него? Да. Покет. Да. Крутая покупка. Такие по 2,5 минимум на авито. Хорошо. Давайте за 50. Ваши 100. Сейчас, да, еще подождите, пожалуйста. Возьмите 50. Спасибо. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Тысяча ровно. Тысяча ровно. На мелочухе. На всяких мелочах. Щетки. Какая-то фигня. Мастеров. Всякие мелочи. Да, два курса взяли. По 200 рублей. Да, хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Вот еще. К 1000 добавляются 400. Как впечатление? Нормальное. Как нормальная барахулка. Будешь еще приезжать? Уже сам торговать. Бабки делать. Смотреть же надо. Ну, смотри. Это же два месяца я сидел, собирал. А тут, получается, пять дней пройдет. И, получается, через пять дней снова возникает возможность. Ну, каждую неделю. Да, субботу, воскресенье. Получается так. Что я могу за эти пять дней найти, то я могу сюда и ехать. Просто я всегда заморачиваюсь с таких мелочей, что вот надо чем-то доехать. Сразу. Ты еще ничего не поднял, а уже день начинается с расходов. По-любому вложить надо, чтобы заработать. Как ни круто. С этим я согласен, да. И это не нужно на этом зацикливаться. Потому что ты заработаешь, в любом случае ты в плюсе. По факту это все то, что люди выкинули, да? Да. А ты на этом сделал банки. От чего они уже давно отказались? Да. Люди выкинули, ты заработал. Отдевай. С зимой мы торговали примерно до 12 дня. Потом я решил отъехать. Чтобы он сам лично уже без моей помощи остался на рынке и торговал. Чтобы больше опыта он набрался. Чтобы он остался один на один, так сказать, с покупателями. Мы сразу с ним договорились, что он будет стоять там до пяти. И я уже ближе к пяти за ним приеду. Тем временем я поехал на помойку посмотреть, как там ее охраняют. И что вообще там происходит. И когда я приехал, меня помоечка очень порадовала. Ребят, пока Димы нет, мы тут стоим охраняем. И тупо вынос с хаты произошел прямо на наших глазах. Вы стояли вот такую вот шикарную детскую кровать. Ой, ту коляску, которую я заберу себе. Она очень топовая. Фирма Inglésina Comfort. Вот стоит такая бэушная на Авито вот столько. А мне бесплатно. Просто я тут просто стоял на помойке, караулил и заметил. Первый пришел ее забирать. Это мне надо для моей доченьки, ребятки. Расхитителю помоечки на халяву. Она полностью целая вообще. Очень комфортная. Чуть-чуть скрипит, но я подмажу. Вот стоим охраняем помойку Димы. Тут вот люди вот так подходят, смотрят. Но если что-то будет брать, сейчас подойду, скажу, что не надо. Сейчас пойду разговаривать. Я тоже, кстати, хотел по этому поводу. Ну что ты, Варусь, положи. Да, это тут человек живет все складывается. Не берите, пожалуйста. Мы тут как охранники охраняемся. Ну человек говорит, а ты пришел и забирай. Да нет, нехорошо. Я вообще-то нахуй... А вы знаете, кто тут живет? Дима? Я вообще не знаю. Ну тут человек. Дима? Дима его зовут, да. Который тут живет. Директор мусорка. Да, он тут самый главный. Ребят, приехали. Мы за Димой заезжаем на рынок. В такое позднее время тут, наверное, уже и нет никого. На часах почти пять часов. Я ему сказал, что в пять часов я за ним приеду, заберу его. Вообще народу нет. Но он сам захотел до пяти отстоять. Прям до закрытия рынка, чтобы до последнего здесь отторговать. О, а вот и Дима. Он уже все сложил, кстати. Ты просто здесь последний остался. Я думал, кто-то будет еще торговать. Как настроение? Благодаря местным блинчикам местной лавки. Реклама такая, да? Да, не завязывая. Нативная. Это все, что у тебя осталось? Да. Капец. Это мусор. Слушай, так мало, блин. Почти все продал, грубо говоря. Ну, можно так тоже. Я, кстати, с охранником. Я всегда с охраной хожу. Давай подсчитаем прибыль. Ну, мелочь не будем считать. Мелочь не будем. Здравствуйте, пожалуйста. Только бумажки. Мелочь 400 рублей. А. Все запомнили. Я думаю, тысяч 10 даже больше. Я думаю, что да. Ну, блин, для первого раза это вообще шикарно. Итог дня. С 7 утра до 5 вечера. 11.250. Красава. Просто я очень рад. И ты представляешь, каждую неделю и два дня можно. Субботу и воскресенье. Толково все использовать. Представь, 20 тысяч в неделю. Ну, 10 тысяч один день, суббота, плюс воскресенье. В месяц сколько выходит? 80. Ну, вот. Нормальная зарплата на... Рыться в помойках и зарабатывать 80 тысяч в месяц. Ну, я тебе скажу, рыться надо так, чтобы вот с таким количеством каждую неделю приезжать. Я тебе объясню, как что делать. За 5 дней ты должен наловить вот такое количество, а потом 2 дня продаешь. Мы, короче, смотри, такой расклад. Сейчас будем приступать к поиску гаража. И будем ездить уже договариваться. Да, да, да. Блин, я так рад. Сейчас заплакать охота, блин. Реально. У меня аж сейчас мурашки пошли по коже, реально. Главное это знание. Теперь ты понял, как можно зарабатывать. Сейчас едем к тебе. Все это загружаем на тачку. Ребят, вот едем с барахолки. Вы посмотрите, сколько тут подписчиков мне помогает охранять Димы на барахло, на помойке, блин. Вы все еще тут, я в шоке. Дим, посмотри, сколько охранников. Здорово всем. Еще раз, блин. Счастья. Счастья, здоровья, успехов в жизни. Ребят, мне было очень тяжело добиться всего этого. Дима на самом деле сложный человек. Мы его барахло на помойке очень долго сортировали для барахолки, потому что он вроде до этого говорил, что в принципе с легкостью может расставаться со своими вещами, которые он там копил. На самом деле нет. Мы примерно часа четыре, может даже пять сортировали вот это все барахло. Но я очень рад, что мы в принципе справились. И в целом Дима неплохо заработал. Ну, конечно, без моей помощи, наверное, у него ничего не получилось. Но тем не менее, он реально молодец. Поэтому, кто там не верил в Димона, можете не верить дальше. А я вижу, что у него все получается очень круто. В следующей серии мы будем пытаться ему найти гараж на Авито, чтобы он съехал с помойки туда, потому что деньги у него уже есть. Если мы найдем гараж, я ему помогу его обустроить. Дальше у меня план взять его с собой на помойку и уже показать, как нужно правильно добывать находки из помойки. Как это делать быстро, чтобы зарабатывать примерно вот как я с помоек. Чтоб у него в месяц был доход минимум тысяч сорок. Пишите ваше мнение в комментариях. Получится ли что-то из Димы вообще или нет? Сможет ли он в месяц зарабатывать минимум сорок тысяч или нет? Ну, а я в свою очередь делаю все возможное.